Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. И наконец-то погода сделала нам прекрасный подарок. Зима стала похожа на настоящую зиму. Самарский Сайнс Лэм тем временем закрыл сезон 2015 года. Получилось, как всегда, интересно, смешно и, главное, полезно. В этот раз молодые ученые размышляли о магии, композиционных материалах и разбирались в нанотехнологиях. Кто же увез с собой главный приз – боксерские перчатки? И каково это – смешить публику целый год? История развлечений для просвещенных. Друзья мои, 10 минут на старт! 3, 2, 1, поехали! Все мысли этой девушки об огурцах, оксилипидах и их взаимодействии. Она знает такие слова, от которых страшно становится. До этой сцены Елена Смирнова ехала 5 часов. Молодой ученый из Казани будет толкать речь про молекулярную биологию, пока она на сцене в гримерке наводит марафет ее конкурентка. Ученые нынче – это и ум, и красота, и мастерство разговорного жанра. О слове, о том, как это слово подавать, будет говорить Мария Лисова. Вот мы, ну как вот я говорила, мы не понимаем, почему мы говорим ни пуха, ни пера. Почему так получилось? А потому что просто люди думали, что духами они окружены, они же все как бы олицетворяли, анимизировали. Они могли бы выступать в просторных и светлых аудиториях на научных конференциях. Но тяга к приключениям в другую степь потянула. После окончания рабочего дня они идут в злачные места, но и там все разговоры о высоком. Ученые таковы, что даже в ночной клуб с пользой ходят сторонних. Их наблюдатели приобщают к сложному, но простым языком. Еще один интересный момент. То, как часто вы улыбаетесь на ваших детских фотографиях, втрое меняет вероятность того, разведетесь вы с своим супругом или супругой или нет. Оптимизм и пессимизм, по сути, это сочетание различных генов, гормонов и других веществ, управляющих вашим поведением. Дамир Верштейн уверен, пессимистами или оптимистами рождаются. Он второй тип. Молодой человек изучает микроэмоции, проще говоря, как определить настроение по нескольким внешним факторам и как это влияет на дальнейшее общение. Ученый так долго сидел за трудами великих, что все-таки разыскал секрет вечной молодости. На одного выжившего пессимиста, согласно тем самым вопросникам, приходится 8-9 выживших оптимистов. Пять участников на каждого по 10 минут в презентации не должно быть заумных слов и трудных для понимания теорий. Надо успеть изложить цель своей работы и ее прикладную пользу. А дальше самые интересные – вопросы от публики. Как бы вы таким эвфемизмом или мифологическим словом могли бы заменить такое выражение, как «сайн слэм», чтобы никакие духи не могли бы вредить этой традиции проводить такие прекрасные мероприятия? Можно воспользоваться традицией, которая есть, и просто добавить «не», «не сайн слэм». «Сайн слэм» – международный проект популяризации науки. Родом из Германии, на Волжских берегах прижился и очень успешно. Самарские ученые и их коллеги выходят на сцену в девятый раз. В уходящем 2015-м наш город принял даже научные бои всероссийского масштаба. Менялись площадки, корректировались недочеты. Только организаторы остаются прежними и стойко выдерживают натиск свалившихся на них знаний. Я думаю, что мы будем формат не сильно менять, но в целом привносить в него что-то интересное, ну, чтобы не приедалось. Но об этом уже после новогодних праздников по традиции шумомерам измеряют уровень аплодисментов. Вперед вырываются гости из Казани. Давайте им еще раз поаплодируем, потому что они шикарны. Правда, мне кажется, что никогда в каждом из них не говорят абсолютно любые. Ее научная работа об огурцах обеспечивает ей спокойствие до следующего слэма. Девушка получает переходящие по наследству боксерские перчатки и, как истинная леди, благодарит своих коллег за хороший бой. И это наверняка далеко не последняя встреча. Молодые люди обещали отвоевать себе титул лучшего слэмера сезона. И на сегодня это все. Увидимся. Завтра будет еще интереснее. Пока.